и продолжаем третью часть шумела да во второй части у нас когда я перемычку убрал от 5 вольт ну как и думал да действительно диод выпаял шутки то что получалось у меня по схеме здесь 5 вольтовая шина у меня в блоке питания вот здесь еще нагрузочное сопротивление стоит вот она номинал и пока не смотрел ну пока это и не важно что я сделал в прошлый раз выпаял вот этот конденсатор резистор естественно остался на месте и отключил вот эту перемычку то есть у нас перестала измерять по 5 вольтам но 12 подкинута она же правильно вот здесь смотрите и что получалось здесь вот эти два диода выпрямляли напряжение через дроссель групповой стабилизации закорачивалась на вот этот резистор нагрузочный и вот через этот дроссель шли у них же общий сердечник колечко шли наводки но вот эту катушку и шло на измерение плюс 12 и получалось вот такая байда вот такой какой-то завязка паразитная была то есть я опять сейчас перемычку это убрал резистор пока тоже этот откинул конденсатор откинул и вот этот диод по 5 вольтам вот я это все выпаял и все все тишина все отлично работает включая так полнейшая тишина все отлично регулируется так и смотрите теперь вот у нас получилось от нуля до одни совсем от нуля от 0 08 то есть постоянно здесь нельзя под от нуля сделать потому что инвертор постоянно в работе то есть смотрите если мы сейчас нагрузку отключим смотрите что творится видите сколько напряжения сейчас начнет расти на конденсаторе вот почему здесь надо обязательно ставить нагрузочное сопротивление вот сейчас его нету там вообще никакого сопротивления видите как растет на кондере без нагрузки то есть все сейчас отключено и здесь движок выведет до нуля вот нагрузочку подкинули все упало так и начинаем крутить смотрите вот у нас 4 вольта и теперь смотрите на вот этот движок вот что мне еще не нравится то есть вот мы сейчас переключим на 200 разрядность так 16 вольт 17 19 20 22 да все а дальше смотрите я еще вот сколько могу крутить движок дальше ничего не растет то есть мне надо чтобы вся шкала была задействована чтобы плавно регулировалась то есть это опять же мы сейчас будем делать подбором резисторов это у нас сейчас на второй ноге регулировка идет да мы задаем напряжение на второй же ноге с вами микросхемы то есть за датчик получается у нас то тут мы можем менять только от 0 до 5 вольт на второй ножке а на первой ножке у нас стоит делитель напряжения вот 2 и 8 килоом у нас получился подтянутой к земле и 68 килоом на 12 вольт но тут по-моему не 68 я еще не мерил кстати второй резистор вот который стоял родной сейчас его уберу то есть подбором вот этих двух резисторов сейчас 68 килоом и 2 и 8 килоом на первой ножке мы сейчас добьемся плавности по всей шкале то есть видите мертвая зона вот вот дошли мы до дошли мы вот до 23 вольт а дальше видишь крутишь движок крутим крутим и ничего не дает то есть впустую просто используется этот движок пространство это остальное вот путем подбора сейчас этих резисторов мы с вами добьемся нормальной регулировки так мы убедились да что в этих блоках до нуля не получается вот почему у меня в самом первом блоке тоже он у нас айти был без дежурного питания такая же похожая схема то есть у меня там от 3 вольт и они же тяжело сделать начинает неустойчиво работать блок то есть инвертор сам в неуправляемом состоянии способен вырабатывать видите до 3 вольт иногда больше если конденсатор поставишь на нем ведь видите вот ну смотрите сейчас что я говорю сейчас посмотрим до скольки вырастет напряжение вот здесь до нуля уберем все то есть как бы инвертор неуправляемый до 7 4 вольта видите вот у нас получилось 7 4 вольта пожалуйста добавляю вот пожалуйста мы можем добавлять и дальше до 25 вольт то сейчас никакой нагрузки ни резистора ничего просто вот как выходит и 5 вольтовую шину мы все по убирали и минус 12 вольт там тоже все убрано то есть видите да 7 вольт сидит все время сидит ниже никак не сделал то есть ниже мы что можем сделать просто нагрузочный резистор ставим ну вот я наверно сделаю здесь нагрузочный резюк какой то там стоит я его поставлю то есть там скорее всего сколько-то ом не знаю по мере потом скажу я вот три лампочки наверно вот этих нагружу вот три лампочки видите они выдержат полностью все напряжение вот до 24 вольт блок выдает так и при них вот смотрите без нагрузки у нас получилось 0 35 вольта 0 3 вольта видите то есть вот эти три лампочки последовательно они соединены была одна у меня лампочка на 30 вольт там ну ну да понятно больше чем чем выдает блок запасом ставить но нету ну вот это три съелочные какой-то гирлянды со старинной то есть они точно не сгорят и они как бы все время будут давать какую-то нагрузочку можно там сделать нагрузку и на лмки будет постоянно один ток во всех диапазонах давать ну не знаю стоит ли усложнять ведь работает у меня вот первый блок точно так же смотрите самый первый мы собирали с вами то есть там просто лампочка в нагрузке висит пожалуйста все все планшетики все телефоны уже вот сколько приносили на ремонт я от него запитываю вообще никаких проблем то есть не стоит поэтому заморачиваться там с нагрузкой так и вот это сопротивление которое здесь стояла насколько она 460 ом ну подкину его же то есть она стояла на 5 вольтовой шине я сейчас его на 12 вольтовую кидаю так и на первой ножке шло на 12 вольт 26 килоом сопротивление стояла заводской так а сейчас без этого сопротивление включаю блок должен сразу выдать на все то есть вот под нагрузочкой получилось у нас 21 вольт регулировка сейчас никак не действует без этого резистор и нагрузочная перепаял на 12 вольтовую шину вот она теперь стоит здесь вот так вот три лампочки последовательно соединил в термоусадочку чтобы они не светились там внутри блока вот так получилось потом надо будет только термо клейчика сюда нанести чтобы вот это не дрожала она так теперь не обязательно будет нагрузку цеплять на выход каждый раз проверяю бог светится красивым зеленым светом так теперь убираем эту мертвую зону нашем потенциометре то есть подбором всего лишь вот этих двух резисторов на первой ноге этот шел на измерение 12 вольт этот был подтягивающий здесь сейчас стоит 2 и 8 килоома этот 26 килоом то есть вот гуляя этими резисторами можно даже просто подстроечные на время сейчас подцепить и подогнать так как нам надо на первой ножке у вас должно быть максимум когда на выходе максимальное напряжение тогда первой ножке у вас должно быть 5 вольт ну и почти 0 при минимальном то есть мы под потому что мы на второй ножке можем регулировать только от 0 до 5 но микросхема же и стремится правильно к этому то есть если мы сейчас можем вообще откинуть эти резисторы и напрямую на выход поставить то микросхема же не сгорит как только здесь достигнет на выходе 12 вольтовой шины достигнет максимума 5 вольт микросхема просто дальше не будет вырабатывать и у вас будет поддерживаться все время 5 вольт на выходе ну а если вообще без сопротивления измерительного то есть просто как сейчас блок просто на всю тогда вы сможет выдать то есть вот сколько может микросхема у нее же тоже внутри защита то есть от сколько она дает импульсов по максимуму длительность импульсов самая длинная выдается и при этом напряжение выход какой-то там определенный блока питания то есть выше уже никак его не возьмете дать сейчас у нас 22 вольта больше мы никак не возьмем манипулируя этими резисторами мы ничего не добьемся сам блок уже не может больше дать если вам надо больше напряжения значит надо или мостовую схему выпрямительную собирать на четырех диодах они на 2 или перематывать трансформатор и так ребята подпаял сюда подстроечный который идет от первой ножки к 12 вольтам к выходу 33 килоома а сюда 3,3 килоома подпаял но вы можете немножко другие номиналы то есть мне тоже какие попались под руку так поехали этот движок сейчас выведен главный на максимум то есть вот 12 вольт всего можем добиться так давайте пробовать увеличиваем резистор то есть видите вот я регулирую все дальше у него мертвая зона видите пошла то есть больше 20 вольт сейчас не можем получить сейчас мы крутим до тех пор пока эта мертвая зона закончится то есть вот начала уменьшаться вот видите 19 давайте в 20 вольт выставим давайте руль на 20 так пищит когда рукой трогаешь надо какой-то пластмасской палочка пробуем весь диапазон нашего движка то есть от 0 3 вольта 20 смотрите как классно теперь нету мертвой зоны у этого движка все четко отлично все регулируется по всей этой то есть и точность повысилась вы уже более точнее можете выставить какое-то вам напряжение так а нижний движок подтягивающий у нас а у на максимуме просто был 3,3 килоома а что нам дать если мы туда нуля нельзя совсем давайте хоть чуть-чуть изменим что это даст на половину допустим да ну уменьшила видите выходное напряжение то есть теперь у нас стало также от 0 3 до 22 вольт ничего не уменьшил что она нам особо ничего не дало совершенно ничего не дало но еще раз еще прикрутим видите ничего не дают это подтягивающие сейчас то есть если мы до нуля только выведем тогда только наверно немножко вверх понизился на пол вольта ну давайте до нуля что что будет если мы до нуля совсем убрал тут движок может не получится у него совсем хотя не получится так что изменилось стало вот тут только работать вот этот диапазон вот раз немножко крутым и все видите сразу 22 вольта сразу выход а дальше все мертвая зона вот такая длинная вот что нам дал этот подтягивающий резистор то есть надо чтобы этой зоны не было то есть получается здесь вы можете в принципе от полтора килоома до 3 килоом подцепить на подтягивание и все и забыть про него а вот этим уже подстроечным под конкретно свой блок вы подгоните уже верхний предел и все и у вас будет все отлично работать то есть почему под свой блок у вас может быть и этот резистор быть другого номинала и тогда вы уже будете подгонять под свой подстроечным ну наверно большинстве случаев все равно быть все нормально сейчас я замеряю сколько он у нас будет самый лучший вариант и тогда мы уже такое сюда постоянное впаяем вот здесь у нас кстати стоял первый у нас мы 2 и 8 килоом и стоял а ну давайте сейчас этот подстроить ник уберем ну да вот он 2 и 9 килоома показывает значит ставим его на подтягивание опять выводим движок вверх и подстроечным смотрим когда начнет уменьшаем и мы смотрим когда начнет уменьшаться вот видите 18 так пошло уменьшаться чуть чуть назад ну так 25 20 короче вот так все нормально все равно мы там подстроечная чуть чуть выше подберем постоянно когда будем подыскивать так и давайте еще раз проверим весь диапазон плавненько ой как классно даже не надо будет точный тут ставить еще последовательно этому движку можно точно сопротивление еще подстроечная сделать такое будет точная регулировка ну по-моему это уже лишний вот смотрите от 0 2 вольта получилась регулировка ну до 20 с половиной вольт отлично нигде не шумеет тишина полная класс ну вот так всего теперь можно со спокойной совестью приступать дальше собирать теперь защиту потоку вы сидите еще лишнее ничего не выпаивал а еще вот этот конденсатор эти синенький стоит надо побольше поставить это помните на четвертую ножку идет и на 5 опорного напряжения для плавного пуска тут один микрофарад всего и блок запускается моментально я хочу поставить побольше как прошлый раз чтобы он плавненько запускался но все теперь отпаиваю этот резистор меряю сколько он получился и ставим постоянно и получился 9,6 килоом то есть 10 килоомный резистор можно поставить нашел на 100 микрофарад 50 вольт ну тут у нас 5 вольт всего то есть можно и 10 вольтовый поставить теперь немножко лишнее там повыпаивал резисторы но не все пока такой давайте проверим как он плавно будет пускаться и так включаю оп видели задержка была почти в 2 секунды такой классный блок ребята такой вообще тихий так классно работает обалдеть просто это просто сказка все делаем потоку че Продолжение следует...